Бесплодие не приговор. К такому выводу пришли рязанские специалисты. Они утверждают, что с современными методами лечения возможность зачать и родить здорового ребенка есть практически у каждой девушки. Лечение проводится семейной парой, потому что, как правило, 50 на 50 процентов причина кроется и в мужчине, и в женщине. И в связи с этим у нас работает команда специалистов. Это не только врачи-акушергинекологи, это медицинские психологи, это врачи ультразвуковой диагностики, врачи-андрологи, урологи, врачи-лаборанты. При необходимости направляется женщина на консультацию к генетику. Специалисты отмечают, что лечить мужчину намного проще и удобней, а главное – быстрее. Таким образом, пара может сэкономить драгоценное время. Ведь врачи доказали, что с возрастом возможность забеременеть снижается из-за особенностей женского организма и рекомендуют заводить детей до 35 лет. Изначально устанавливается причина бесплодия. Это могут быть и воспалительные какие-то причины, и иммунологические, причины маточного происхождения, трубного происхождения. Немаловажную роль играют и генетические факторы. И уже после установки окончательного диагноза доктор приступает к лечению. Бесплодием считается заболевание, при котором женщина не может забеременеть на протяжении года. К этой категории по статистике относятся около 20% россиянок. Диагноз не берется из воздуха. На женский организм оказывают огромное влияние как внешние, так и внутренние факторы. Поэтому важно соблюдать ряд несложных правил. Вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять кофеином, избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок, нормализовать вес, то есть похудеть или наоборот набрать массу. А также следить за гигиеной и регулярно ходить на профилактические осмотры. Когда уже установлена причина бесплодия и когда доктор приступает непосредственно к лечению, изначально это возможно какая-то гормональная коррекция, медикаментозная коррекция гормонального фона, стимуляция овуляции. И только в том случае, если лечение неэффективно на протяжении 9-12 месяцев, вот в этом случае женщина направляется на лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Сделать ЭКО можно по полису обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Для этого нужно получить квоту в Министерстве здравоохранения, написать заявление и через месяц дождаться решения. Затем останется лишь выбрать одну из предложенных клиник.